Очередная распаковочка. Что-то без понятия. Это, по всей видимости, посылка из Ассистейшена. Начнем с этой. Что-то очень хорошо упаковано. Это посылка из магазина Banggood, если я не ошибаюсь. Да, вроде бы как оно. Значит, здесь GPS-приемник, который поддерживает глонасс и еще что-то. А это термопара. То есть, модуль термопары. Здесь микросхемка Max какая-то, не помню. 66-75 вроде бы. И к ней термопара. Которая измеряет температуру от 0 до 600 градусов. Дальше. Это маленькая. Здесь должен быть наборчик бит разных. То есть, такой вот маленький наборчик. Здесь отвертка и биты. Как они снимаются, не очень понятно. Они просто вытаскиваются. То есть, биты на все случаи жизни. То есть, тут они торкс. Крестовые, плоские. И еще крестовые и плоские. Там шестигранников, кстати, нету. Везде только звездочки. В общем, такой вот наборчик. Где что откручивать нужно. А, вот. То есть, шов здесь практически невидимый. Сюда. Закрутили и работаем. Так, а здесь. Здесь посылка от Ассистейшн. А я уже не помню, что я здесь брал. Значит, здесь модуль лазерный дальномер. И вот такой вот наборчик конструктор. Это вроде как робот, который ездит по линиям. И он, насколько я понимаю, аналоговый. То есть, в чем суть? Сделали небольшой донат с просьбой раскрыть тему робототехники. Но я как бы отказывать не стал. Соответственно, здесь плата. Два мотора. Какие-то детальки. Колеса, опять же. И панелька под батарейку. Вот все это будет, опять же, отдельное видео. Ну, инструкция, если... А, не инструкция, тут прям лист, на котором можно ехать. Ну, то есть, по которому эта вещица должна ездить. Ладно, здесь. Здесь схема. Список элементов. Инструкция на китайском. Приехало тут еще небольшое количество пакетов. Значит, здесь. Здесь пара пинцетов. Один вот изонутый. Второй прямой. Отдал я за них доллар. Ну, а в России такая мелочь стоит совершенно безумных денег. В общем, самые обычные пинцеты для СМД. За такую цену на качество... К качеству можно даже не придираться. Ну, фокусируйся ж. Ну, то есть, ну вот. Губки, видно, чуть разные. Но это все мелочь. То есть, СМДшку он брать должен. Какое-то покрытие у него тефоновое, что ли. Или пленочка какая-то, или крашена. Не понять. Ну, и второй, видимо, примерно такой же. В смысле, по качеству. И он, кстати, довольно тугой. Ну, то есть, не очень хорошие пинцеты, но зато дешевые. Значит, здесь никакой интриги. Знакомая упаковка. Тут плата блока питания. И, видимо, эти блоки питания с утилизацией. То есть, видим, провода обрезаны и, по сейдимости, сданы на цветмет. А корпус, видимо, потерял товарный вид. Ну, а внутри можно задешево продать самодельщикам. Да, это блок питания вроде как на 15 вольт. И нужно его переделать на 9 или на 12. 15 все-таки многовато. Да, не разные есть, но разное напряжение. Но на 12 дороже. И мне они показались какими-то неправильными. Здесь вот вроде и оптопара стоит, и радиаторы. На диодах и мосфете нормальные. И мосфет же, опять же, тоже. Все как и должно быть. Ну, и здесь вот провода тоже обрезаны. Так, ладно, дальше. О, а здесь нож. Это, конечно, немножко не в тему. В общем, это дешевая железка, которую можно брать в походы и не бояться за его сохранность. Я обычно таскаю вот этот. Он всем хорош, кроме ножен. Поэтому взял вот такой вот за 200 рублей с пластиком. Если не понравится, буду делать сюда ножны. Ну, я так вижу, что они конструктивно довольно схожи. Поэтому разницы принципиальные между ними. Как для похода я не вижу вообще. Так что будет теперь таскаться вот этот. Ну, 200 рублей делов. Я знаю, в железках железка. Далее. О, а это из магазина Banggood. Это, как видно, набор для сборки. Здесь паяльная станция с жалами на Т-12. Здесь уже понадобится нож. Который еще поточить хорошо. Ну, и это сейчас нужно будет собрать. Хорошо. Хорошо.